Сейчас мы находимся в доме музея под названием Стреластак Тарпая. Герой народного эпоса, чьи стрелы разбивали горы. Здесь представлены работы более 40 мастеров. Это вот изделия из глины, музыкальные инструменты, кубызы или комусы по местному, картины из войлока. Вот Оксана уже себя приценила, парочку окарин хочет приобрести, привести башкирию, алтайские звуки. Сделан он из стали, глюкафон в народе зовут, глюк от слова из немецкого счастья. Самое недорогое изделие это вот окарин, который играет Оксана от 250 рублей. И самые дорогие, конечно, высочные образцы, они могут стоить более 100 или 150 тысяч рублей. Вот, например, один из них в форме быка. Мы их легче не хватает, чтобы оценить полностью звук этого инструмента. Шерстка разного цвета накладывается. Вот иголочка, с помощью которой делалась вот эта картина. То есть берется вот так вот и фельдсуется. Данная Окарина стоит более 100 тысяч рублей. Аккуратно, чтобы не упала, она шатается, должна стоять посерединке, она сейчас упадет. Слушай, она на вибрацию прям усилила. И, конечно же, здесь есть нами любимые варганы, которые по месту называются кумусы. И еще другие. Такой мягкий звук, очень плавно движется язычок, прям как будто бы не руками это делал, а само по себе происходит. Очень длинный протяжный звук. Оркестр башгиры приехали на Алтай. Субтитры сделал DimaTorzok